ребята всем привет сейчас у нас будет видео про вакуумный насос 601 602 дизельного двигателя mercedes также 661 662 все вакуумные насосы одинаковые значит прежде чем ролик начнется просьба подписаться на мою группу вконтакте вот там внизу будет ссылочка надеюсь это вам будет не сложно там же в группе тоже выкладываю видео порой бывают те которых нету на канале так что возможно кому-то будет интересно посмотреть значит а сейчас я говорю вам вот про этот вакуумный насос расскажу так сразу скажу его номер на будущее мало кому-то понадобится номер такой а 661 ну то есть по маркировке двигателя а 661 230 34 65 вот такой вакуумный насос стоит у меня на крышке лукас обозначение лукасовский значит то есть вот видите состояние моего вакуумного насоса да у меня все чисто я как вот пригнал три года назад помыл мотор так у меня вот такая чистота и порядок значит к чему почему суть ролика дело в том что человек пишет что что-то он там делал то ли насос снимал то ли еще что-то и уже не может поставить сломал три насоса говорит я не понимаю в чем проблема значит друзья мои для тех кто будет снимать насос расскажу кто будет снимать вакуумный насос ситуация в чем естественно у меня сейчас вот такого именно снятого насоса нет но я покажу на примере насоса с cd и шки значит ситуация в чем там за этим насосом стоит такая дорожка по которой бегает кулачок вот от этого насоса то есть из насоса торчит на оси колесика и соответственно и такая дорожка как это американские горки и это колесиков выше ниже выше ниже муфта зажигания крутится тн вода и соответственно вот по ней прыгает и на создает нам вакуум такая ситуация была у меня с человек то парень тоже в сервисе у сломал вакуумный насос а все из-за того что вот сейчас я покажу вам на примере на примере вакуумника вот снятый с cd и шки как я помню вроде до номер этого насоса а 611 230 02 65 то есть полностью рабочий насос у меня парень снимали тоже что-то делали головку ставил обратно и вот у этого насоса принцип другой привода он вставляется вот эти две два уха как бы они два уха входят прорези там внутри есть на шестерне и соответственно он ими не попал они как-то раком стали и он стал прикручивать его и соответственно одно ухо отлетела тогда тогда я ну сервис попал тогда на 4000 то есть без уха нет смысла ставить не этот насос то есть если уши отломаны уже практика показывала сколько я видел насосов которые внедряли из герметиком и смуретиком все равно тепло масло то есть отломанное ухо здесь он держится вроде на пяти раз два или четыре или пять болтиков вот этот насосик вакуумный и соответственно все это бестолковое было занятие то есть масло обязательно текло там ручьем значит чтобы поставить надо просто вам когда ставите насос примерить примерить как и на этом чтобы было совпадение по сначала попали шлицами вот этими провернули и уже проворачивая наживили соответственно если у вас кулачок все эти три раза попадал на набегал на дорожку на набегающие вы хоть что делал сил прижать его особо не хватит физически там давить или еще что-то соответственно все прекрасно понятно у вас этот не попал кулачок или вы поджали его чуть-чуть стали закручивать плюс еще может неравномерно и соответственно уши отлетает отламывается мгновенно здесь это уже проверено факт так что ребята будьте с вакуумниками осторожны вещи это не дешевая даже бушная как знаю тоже стоит да неважно сколько бы не стоило это все равно проблема как бы не нужно никому самый обычный неподходящий момент это происходит воскресенье вечером или днем когда все разборки закрыты там ничего толком не работает так что берегите свои вакуумные насосы да еще одна проблема с этими насосами может быть их шло два вида да кстати когда будете менять если вдруг брать с разборки берите свой образец родной и с ним уже едьте на разборку именно по нему подбирайте у него было два разных вида колесика которого накатывается на эту дорожку одно было у него стояли игольчатые подшипник то колесико крутилась на игольчатых подшипниках такие игольчатые как рокера на mitsubishi там l200 на клапана если кто сталкивался тот поймет о чем и был еще второй вариант то есть они с виду похожи но разные там у них немного с приводом была ситуация так что не прозевайте этот момент он подходит только каждому я как помню что-то подходит только один вид из двух видов подбираем только одну ставим именно свой который надо и и еще проблема есть если у вас на дорожке а дорожка по которым по кругу ездит она цементирована то есть блестит все такая гладенькая как 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 которые эти самые шарики блестит если появился кариес ямки какие-то там в щербинке все шестерню эту можно менять шестерню можно менять не вздумайте ставить насос вакуумно если увидели это потому что он раздолбит это все раскрошатся и в итоге все это крякнет тут без вариантов дорожка если пока цена по которой он ездит изношена все под замену то есть раковина есть можно выкидывать цементация если отлетела то все до новых встреч всем пока как говорится не пропускайте эти моменты потому что люди бывают да там вышел насос хотя на своей практике я ни разу не слышал что вот при мне сколько я моторов перебрал сколько машин передел головок сколько этих было снято себе делал знакомым ни разу не было вышедшего из строя было два раза это кариес на дорожке и соответственно мы меняли самому в ту целиком вот эту по которой ходит кулачок который поршень у качает вакуум создает в этом насосе значит мы меняли шестерню все ничего там не сделать не заварить не проточить ничего у вас не получится так что не занимайтесь ерундой потому что если поставить на раздолбанную дорожку насос он его раздолбит и как бы все это ерунда так что вот так и по вот этому насосу тоже ставите еще повторюсь сначала вводим шлицы и только потом мы его прикручиваем до два болта вот он у нас крепится это cd-шки то есть от очка 100 мэрса от спринтера cd и мотора как я помню одинаковые кстати он у меня поставлю его на продажу если кому-то вдруг понадобится я его на мою он рабочий полностью полностью все качает все работает это хороший бы уж не насос он придется если вдруг кому-то понадобится этот насосик вакуумный то есть владельцы дышит там кого очка река в мэрс ну без разницы 2 и 20 до это подходит я его вам могу продать пока кстати ролика дает могу и про рекламировать продажу насоса значит чтоб на авито не выставлять продам пасу ценник посмотрите на авито сколько стоит за столько же я вам и отдам отправлю в любой регион как бы у меня запчастей много отправляют в тюмени куда угодно то есть все транспортные компании у меня в городе есть я его хорошенько помою просто вот как сняли с машины так с мотора так он у меня это самое лежит солярку вот замочил нижнюю часть вот так у меня в солярке и промою и отправлю куда надо значит все зато на авито не надо будет выставлять так что друзья кому видео понравилось пишем лайку им дизлайку им оставляем комментарии и также не забываем подписаться в группу вконтакте надеюсь по вакуумнику я более-менее объяснил возможно кто-то вот какие-то мелочи о которых я рассказывал заметит у себя на машине автомобиль и соответственно сделает выводы и примет правильное решение так что друзья на этом всем пока и до новых встреч